На пытку холодом обрекли жителей садового товарищества в Сормовском районе. Многие сейчас садовые домики в городской черте переоборудуют под постоянное место жительства. Но так как ни газа, ни централизованного отопления там нет, то отапливают такие дома чаще всего с помощью электричества. И вот электроэнергии жителей и лишили. Нигде ничего не работает. Батареи полностью все холодные, здесь работает как бы вот. Полностью холодные, тут невозможно. Мы находимся, вот ночевала я одну ночь, я ночевала вообще вот так. Вот в этом я во всем спал. Понимаете, вот в этом все вот так вот я спал. Электричества нет. Батареи не работают, а не работает электричество. Посмотрите, какая пар идет. Здесь холодно, здесь жить невозможно. Что нам делать? При свечах мы теперь живем в нашем же теперешнее время. На улице здесь, понимаете, и в доме у нас одинаковая температура. Я хожу по дому, вот валенки, валенки, вот пальто и шапка, я не снимаю. Или еще фуфайку беру, там такая есть старая, еще фуфайку беру. Вот, и еще если вот были морозы, вот больше морозов, я еще платок вот так закрываюсь и так хожу. У нас температура приравнивается к улице. Два градуса. Как можно здесь находиться и проживать с такой температурой, когда высота, видите, идет пар вот. Нам негде просто жить. Мы вот этот дом построили, это как бы в основном наше проживание. И как только начинаются морозы, он постоянно нам отключает свет, понимаете. Летом, летом периодически тоже отключается. Он хочет, чтобы мы заплатили недостатку, которая там, я не знаю, что там, 4000 кВт, он хочет, чтобы мы заплатили за всех садоводов. Он говорит, что я ворую. Он пускает, предъявит какие-то документы, доказательства. Или комиссию. Или комиссию пускает, ничего нету. Нету, свою братву. Ничего нету, ничего нету. А вы решите комиссию, перебивайте, пожалуйста. Ничего нету, ни комиссия не создана, ничего. Он отключил без предупреждения, без комиссии, без никого. Неужели мы вас бы вызывали, а? Если мы чувствовали за собой виной, раз бы мы вас бы вызывали сюда, а? Чтобы попытаться понять, кто же прав в этой истории, две стороны, жители и председатели, мы свели, так сказать, на очную ставку. Я сделал последнюю проплату. Вот, значит, получилось 498 кВт. Это с мая месяца, вы поверите, что с мая месяца человек нажег сама, значит, там 400 или 500 чем-то кВт. Живя здесь. Это мало? Это очень мало. Я плачу в месяц, сама, 120-130 кВт, но я здесь практически не живу. Что смотришь? Обще счастье удовольчества, водно-распределительное устройство. Фаза А. Вот, 23-е числа я записываю показания счетчика. 45-32. На этой фазе сидят зимой два человека. Это, значит, товарищ Шеликчук и сторожка. Все, больше никого нет на этой фазе. 24-е числа я прихожу, снимаю показания, самое, значит, самое. Опять снимаю показания. Здесь у сторожки и у него сторожка нагорело за сутки. Где-то порядка, наверное, 12-13 кВт. На общем счетчике нагорело порядка 120 кВт за сутки. Из 120 кВт мы читаем 14 кВт. Получается, 106 кВт нагорело у данного товарища за сутки. На основании чего? А у него на его счетчике, на его счетчике за сутки не то, что киловатт колесика, даже десятка киловатта. Нет, ты врешь просто в глаза, ты врешь в глаза, ты расписался. Скажешь, что от них постоянно орня, мат-перемат и все остальное. И ты хочешь, чтобы мы за это все молчали тебе? Что он как птенчик вот этот дом строил, а тебя распирает зависть. И ты хочешь, чтобы мы тебе молчали? Опять те же самые слова. А какие у меня могут быть слова? Какие у меня могут быть слова? Если ты врешь на камеру, твоя роспись есть, ты без основания все отключил. У вас счетчик на данный момент на проверке не работал. Это говорит о том, что вы отключаете счетчик или воруете электроэнергию. Потому что за три месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, недобор в кассе 3800 кВт. А на основании чего ты отключил все, скажи, пожалуйста. Я с вами больше разговаривать не буду. Хотите подать на меня суд, я подаю встречные заявления. Пожалуйста, пожалуйста. Вместе совсем с того, что...